Проиранское шиитское ополчение Ирака, Харакат, Хизбалла, Анну Джаба еще не освободило территорию своей страны от ИГИЛ. Террористическая организация, запрещенная в РФ, и войск западной коалиции во главе США, но уже пригрозила войну Израилю. Отдельная бригада в Сирии готова начать освобождение голландских высот, когда сирийское правительство даст команду, о чем ливанскому порталу LA Hat News сообщил представитель военизированного формирования Насер Аль-Шамари. Он отметил, что бойцы бригады прошли усиленную подготовку и имеют вооружение, которое может наносить удары глубоко внутри Израиля. Собеседник уточнил СМИ, что новые атаки израильтян в Иерусалиме будут означать начало региональной войны. Освободительная бригада была создана движением, чтобы помочь братьям в Сирии в кампании по освобождению Голлан, которая приближается с каждым днем, пояснил он 15 июня. Заметим, что в мае этого года, в 21-ю годовщину вывода израильских войск из Южного Ливана, лидер ливанского движения Хизбалла Хасан Насрала заявил о необходимости определить новое уравнение для сдерживания Израиля. Причем это должно затронуть не только интересы Тель-Авива, но и Вашингтона. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над голландскими высотами. Перед этим, в мае 2018 года, он перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Нужно добавить, что это не первое заявление представителей Харакат, Хизбалла, Анну Джаба и других проиранских организаций о готовности вступить в прямой конфликт с Израилем. При этом в России Хизбалла не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила трех советских дипломатов, а террорист Имад Мугни по кличке Гиена убил дипломата Аркадия Коткова. Напоминаем, что после недавнего Палестино-Израильского конфликта пост премьер-министра Израиля занял глава партии «Новые правые» Нафтали Беннет, противник государства Палестины. Продолжение следует...